Здравствуйте друзья! 10 марта 2019 года вышла в прокат игра, созданная по одноименному фильму «Алита. Боевой ангел». Вес файла, который нужно скачать с плей-маркета, составляет 50 мегабайт. Остальные 500 догрузятся после. Вот что пишут создатели игры о ней самой. Приготовьтесь отправиться навстречу эпическим, захватывающим приключениям на улицах Айрон Сити, под тенью последнего великого небесного города. «Алита. Боевой ангел. Игра» – это официальная игра для мобильных устройств, основанная на сюжете нового фильма, снятого Робертом Родригесом и спродюсированного Джеймсом Кэмероном и Джоном Ландау. Это взрывная MMORPG в стиле киберпанк, насыщенная действиями, переживаниями, событиями, оружием и персонажами из фильма. Затерявшись в лабиринтах улиц Айрон Сити, вы объединяетесь с героиней Алитой, киберхакером Хьюго и их друзьями, чтобы остановить рвущихся к власти владельцев завода. В игре вы можете играть тремя классами персонажей – сталкер, техник, боец. Данная игра очень напомнила мне Lineage 2 для мобильных устройств. Практически все в игре персонаж делает автоматически. Это называется доверие. И благодаря этому доверию персонаж будет самостоятельно уничтожать полчища врагов. Вам остается лишь наблюдать и восхищаться своим персонажем. Сюжетная линия в игре состоит из множества-множества квестов, проходя которые, ваш персонаж получает оружие, опыт, обмундирование, импланты и многое другое. В данной игре, как и в большинстве азиатских игр, можно прокачивать персонажа, спутника персонажа, питомца, питомца спутника, ну и так далее. В общем, качается абсолютно все. У персонажа существует 4 активных умения, которые открываются на первом, четвертом, шестом и девятых уровнях. В процессе игры они также могут быть усилены. Каждый день, заходя в игру, вы получаете определенную награду. Также обновляются ежедневные задания. Так как в игре представлена ПВЕ и ПВП составляющая, вам предоставится возможность сражаться не только с роботами и киборгами, но и с реальными игроками. Отсылки к самому фильму «Алита. Боевой ангел», который, как мне кажется, понравился большинству людей, встречаются здесь на загрузочных экранах. Ну а в целом, если есть свободное время, допустим, на работе, то почему бы не погрузиться в фантастический мир роботов, киборгов и всяческого нового и интересного. Но выбор за вами. Лично я эту игру удалил. Ну а на этом я вас покидаю. Всего доброго. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok